Уже в январе права на управление трамваем, автобусом и троллейбусом будут выдавать только с 20 лет. А ГИБДД сможет потребовать у должника выплаты штрафа, прежде чем вернуть ему права после лишения. Что еще ждет водителей, расскажем в новостях короткой строкой. За рулем. В России вводится новая процедура сдачи экзамена на получение водительских прав. Этапы площадка и город заменят одно испытание по вождению. Эти самые весомые поправки вступят в силу с октября следующего года. Экзаменатор должен будет сначала проверить базовые навыки. Это трогание с места, движение на подъеме и параллельная парковка. Это можно сделать на площадке автошколы или за городом. Потом кандидату предстоит себя показать на городских улицах. Про деньги. Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2020 года он увеличится в России на 850 рублей до 12 130 рублей в месяц. Повышением рот, напомню, влияют на рост зарплат и других выплат. Например, пособие по беременности. На Ямале, как и в других северных регионах, этот минимум выше установленного по стране. В 2019 году в нашем округе он составляет 16 299 рублей. Льготы. Многодетные семьи Ямала начали покупать авиабилеты по 2500 рублей. За такую цену можно улететь в 33 российских города. Продажа на рейсы с 1 января 2020 года стартовала в онлайн или офлайн-кассах агентства авиаспецтехнологии. Для покупки семьям не нужно собирать справки. Система будет обращаться к базе многодетных семей округа и сразу выставлять цену, заберя для ребенка в 2500. В эту категорию входят и студенты-очники. Спели в Москве. 23 декабря в Кремлевском дворце выступил детский хор России, в составе которого есть и юные новоуренгойцы. Это уникальный концерт, ведь он собирает лучшие голоса со всей страны. Ямал представляют солисты образцового детского хора «Сияние». Это воспитанники детской школы искусств номер 2. Репетировали хористы ежедневно. В их репертуаре произведения Чайковского, Бетховена и других классиков и современников мировой музыкальной культуры. Сергей Рунько, Наталья Ореховских, телерадио «Сигма» для НУР-24.